виталий приветствую тебя снова традиционно начало недели наш с тобой первый эфир понедельник как и всегда после выходных обсуждаем фундаментальный технический новостной фон то что происходит с финансовыми активами делимся рекомендациями для тех кому интересно опять же что на рынках творится друзья приветствуются комментарии лайки то есть фидбэк с вашей стороны как всегда это наши традиционные призывы с виталием к вам так же как и постоянный акцент с нашей стороны на контроль рисков потому что это всегда важно принципе даже на любом рынке в любой фазе в любом состоянии а сейчас рынке вы сами видите насколько динамичные некоторые финансовые активы классических рынков как проводят сейчас много уже параллели выходит столько сколько и рынок криптовалют десятки процентов и это конечно же нонсенс и парадокс хотя с другой стороны опять же чем интенсивнее движение возможно при определенном угле разбора ситуации тем лучше так я предлагаю сразу к идеям собственным графиком давай демонстрацию экрана и поговорим о тех рекомендациях которые были в прошлый раз собственно в прошлый раз я попробовал зашартики европейскую валюту поскольку тогда да и сейчас продолжают видеть в евро достаточный бахаж от этого фундаментального негатива в этот раз получилось пара евро доллар достигла отложки один один собственно теперь мы снижаемся и идем дальше к цели 1 0 9 до нее еще друзья 140 пунктов в принципе немалая ситуация может измениться но пока что чтобы не накаркать хочется верить то что евро будут поджимать за время нашего последнего эфира на что стоит отметить ну во первых то что вышел сильный отчет ну скажем сильный отчет он он фарм карл сильный он почему потому что мы видим то что американская экономика создает больше чем по 400 тысяч рабочих мест уже 11 месяц подряд это максимум за по моему с 1936 года самый продолжительный период такого динамичного роста и именно состояние текущего рынка труда позволяет предположить что все таки американская экономика постепенно выбирается из тех негативных последствий которые имели место быть после ковида рынок труда постепенно оздоровляется количество рабочих мест разумеется также требует и более высокие показатели занятости и уровень безработицы говорит сам за себя фактически мы видим даже выписал то что уровень безработицы он снизился до 3 6 процентов еще один небольшой шажок и будут показатели до пандемичного уровня которые в принципе являются показателями исторического минимума ну или как минимум за 50 лет а уж точно то есть укрепление доллара это фактор давления на евро потому что если анализировать индекс доллара и пару евро доллар как все прекрасно знают корреляция между ними довольно таки высокая и еще один отчет по инфляции который вышел в пятницу это данные по инксу потребительских цен инфляция как и ожидалось очень сильно выросла еврозоне достигла нового исторического максимума семь с половиной процентов с 5 9 прогноз был более скромнее по значениям но есть то что есть высокая инфляция по идее это то что должно было бы поддержать курс евро потому что высокая инфляция повышает вероятность роста процентных табак но мы знаем то что кристин лагард которая возглавляет европейский центральный банк против того чтобы вмешиваться сейчас в экономику в плане лишения экономических стимулов короче здесь по евро доллару сохраняем шорт рынок нефти было отложка с отметки 113 50 но нефть снижается и до отложки мы снова не добрались я предлагаю как же как раньше нефть рассматривать с позиции покупок но отложку теперь поместить другое место это будет не формата бай стопа это будет формат отложки были и по бренду котировки 103 доллара за баррель оттуда рекомендую купить с топом на отметке 100 и целями прежними сто семнадцать двадцать долларов за баррель снижает снег почему потому что сша сообщили о продаже статистических резервов то есть до 180 миллионов баррелей планируют они выбросить на рынок в течение шести месяцев то есть фактически это по одному миллиону баррелей в день но не до поставки уже из-за того что очень многие отказываются в том числе из-за репутационных рисков работы с российскими поставщиками недопоставки они превышают уже 3 миллиона баррелей в сутки поэтому вот этот баланс нужно учесть и вот только что виталий видел как раз обзор по блумбергу решение сша продажах статистических резервов там проводится интересная параллель что эта подушка энергетической безопасности сша она как теория гласит должна обеспечить внутренние потребности сша в течение 90 дней а и внутренние потребности сша в нефти они примерно вот за этот период времени должны быть я приравнены к показателю 350 миллионов баррелей а если среди штата америки реально сейчас продадут 180 миллионов в течение 6 месяцев то запасы окажутся ниже 300 миллионов то есть это не соответствует вот этому правилу самого факта существования вот этой энергетической подушки безопасности поэтому очень многие считают что сша сейчас играют мускулами скажем так чтобы немного охладить вот этот энтузиазм на рынке и поспособствует тому чтобы цены перешли к нисходящему ралли в конечном счете реальный показатель в освобождении статистических запасов будет существенно ниже я надеюсь что когда рынок все-таки придет к этому пониманию осознать что дефицит предложения пока что проблема которая никуда не делась что сохранит на площадках покупателей позволит бренду еще раз оформите ну пусть не прям супер многолетние максимума многомесячные уж точно и мне кажется что 120 долларов за баррель мы еще точно сможем увидеть так американский фондовый рынок наконец-таки у меня в этот раз получилось зашатить с отметки 4550 хотя плюс-минус сейчас около того же уровня и ходим 4538 пунктов в моменте я в прошлый раз чтобы не повторяться прошлый раз кучу причин привел почему но лично мне кажется американский фондовый рынок сильно перекупленным кому интересно можете друзья пересмотреть прошлые записи совместно с виталием которые мы готовили и если эта идея вам понравится соответственно не плотно даже сейчас заходить в эти шарты и продавать с целями четыре тысячи четыреста пунктов сегодня хотел бы еще обратить внимание на рынок драгоценных металлов и на золото с учетом того что она уже стала активно расти и если мы посмотрим на индекс рыночных состояний кайман на него периодически делают прямо сейчас происходит такая перепозиционирование перестановка сил раньше доминировали соответственно покупатели и рынка валится сейчас мы видим то что многие считают что вот этот импульсный рывок это не будет иметь какого-то долгосрочного продолжения поэтому я в моменте вижу что на рынке начинают доминировать продавцы и золото против толпы опять же растет поэтому я предлагаю сделку рискованную дождаться небольшой коррекции это пятиминутный таймфрейм сейчас небольшой коррекции в районе 1920 долларов за тройскую унсу поставить стоп лосс на отметке 1905 и ориентироваться уже на 1960 1970 кто знает может быть даже к следующему эфиру золото удастся добраться до этой планки виталий слова тебе так всех приветствую видно рабочий экран уже загрузилась и так давайте начнем с тех идей которые мы прошлый раз обсуждали и дадим какие-то новые по поводу снт 500 прошлый раз среду давал рекомендацию на шорку рискованную она была без подтверждения в районе получается в районе там 46 10 мы торговались где-то в этом районе шертили со стоп лоссом 46 65 примерно здесь на локальные цели мы взяли но я говорил о том варианте какие в принципе ты предполагаешь что возможно у нас будет дальнейшее очень сильное снижение так как если у нас то снижение которое было в январе-феврале текущего года это был какой-то заходной импульс низ на смену тренда сейчас у нас идет коррекция и дальше мы пойдем скажем на обновление вот этих минимумов и возможно очень далеко в них такой вариант но обязательно использовать стоп лосс напомню еще раз потому что есть такие скажем слушатели которые шортят там индексы я уже прошлый раз говорил шортил один наш подписчик индекс nasdaq без стоп лосса и такой спрашивал пойдем ли мы вниз или вверх поэтому дальше вижу снижение данного индекса кто не шортил в прошлый раз в принципе артем давал аналогичные текущие цены для шорта это 45 50 аналогично можно выставить лимитки где-то в районе 45 80 со стоп лоссом за вот эти максимумы которые у нас были 46 30 в районе там 46 50 возможно больше мы туда не пойдем с целями хотя бы в район там 40 44 44 вариант здесь нужно хотя бы часть фиксировать если мы туда пойдем почему потому что не исключаем что у нас может продолжиться рост после 500 вот этот импульс который у нас был в марте рост как импульс сейчас будет декоррекция и дальше мы продолжим обновлять исторический максимум поэтому обязательно ставить стоп лосса и если кто ранее шортил фиксироваться на каких-то определенных точках я бы часть избыток в периоде поэтому пока тоже за снижение с лимитом 45 80 стоп лоссом за максимум дальше что у нас еще золото по золоту как я уже говорил что я рассматриваю среднесрочно золото вниз у нас вот этот импульс который был вниз снижение точнее это я вижу как импульс и сейчас у нас идет коррекция по по данному инструменту советую ставить лимит по данному инструменту в районе 1965 со стоп лоссом 1985 здесь конечно желательно бы посмотреть какая реакция будет на вот этот максимум который у нас был локальный в районе 1965 после ложного пробоя дальше рассматриваешь шахты но так как у нас выход скажем эфиров в понедельник среда не знаем на какое время мы здесь попадем поэтому ставим саллимит ту идею которую ты поставил на лонг в принципе я ее и на прошлой неделе видел что мы локально можем подрасти из текущих тоже как вариант уже более рискованно по данному инструменту так как еще возможно вот эта коррекция затянется после вот таких больших импульсов как у нас был здесь по золоту это практически 160 долларов у нас коррекция может затянуться примерно на месяц и возможно больше или меньше времени покажет это первый вариант с целым лимитом или второй вариант салт-стопом где-то в районе 1900 выставить салт-стоп с стопом 10 долларов возможно у нас больше мы не пойдем в район 1965 скажем максимум который у нас был четверг 1950 ровно возможно это был максимум в этом откате и мы дальше пойдем как вариант дальше что касается других инструментов еще давал комментарии ну по нефти напомню я аналогично как и по золоту вижу возможный разворот тренда в принципе мы пока локально падаем всю прошлую неделю я говорил что это за снижение по нефти мы неплохо так корректировались вниз каких-то новых вариантах идеи нету но я дальше за снижение но не с текущих потому что здесь есть такой боковичок рисуется и мы здесь можем болтаться волосы достаточно большая но глобально если будут какие-то точки входа хорошие то провинтом 115 в районе там 110 возможно рассматривать черты дальше по евро доллару здесь я напоминал о возможном аналогично среднесрочном развороте данной пары вверх на прошлой неделе говорил в среду если мы будем снижать в район 110 то здесь присматриваться к покупкам возможно мы и немного ниже уйдем вариант только один 10 еще там 109 скажем здесь тоже есть уровень достаточно сильный отката и отсюда уже пойдет рост 1.12 как вариант так как присутствует еще такая альтернатива вот этому росту который я рассматриваю и обновление вот этих минимумов которые у нас были марте то есть это в районе там 1.08 поэтому обязательно кто здесь будет покупать ну здесь каких-то хороших точек захода я не вижу только скажем общая картина показывает налон поэтому возможно выставить скажем лимитку на 1.10 со стоп лоссом там 109 50 и если скажем сработать стоп лосс будем дальше пересматривать какие-то точки захода не нужно пересиживать там покупки так далее потому что есть варианты сильного снижения чтобы пересиживать там две недели или месяц просадки и так далее поэтому лимитка 1.10 стоп лосс 1.0950 это что касается евро доллара поэтому пока у меня вот такие видения рынка по 7500 шорт золото глобальный шорт евро глобальный лонт ну еще короткосрочно возможно по криптовалютам поработать на биткоин есть вариант что он может идти на какую-то коррекцию пониже поэтому возможность текущих у нас 46 100 шартануть со стоп лоссом в районе 47 600 ну скажем достаточно волатильный рынок сейчас тайно плохие для шарта но в текущих возможно шартануть я думаю где-то в в районе 44 тысячи с профитом возможно ниже уйдем поэтому пока я за такое спекулятивное снижение по биткоин спасибо виталий за твои идеи точку зрения следим неделя только начинается соответственно будет разгоняться к среде точно будет что снова обсудить еще раз оценим перспективу вот этих инструментов за рынок криптовалют я думаю тебе традиционно отдельное спасибо потому что очень много интересуется опять же тем что происходит в моменте и как быстро мы увидим bitcoin по 100 тысяч долларов или сначала увидим 20 тысяч или около того а так сказать долгосрочно ты ты что думаешь по биткоину ну скажем возможно мы 100 тысяч увидим ну скажем шансы на это все ниже и ниже почему потому что раньше скажем биткоина он был таким скажем низко ликвидным инструментом по сравнению скажем с мировым рынком финансовым рынком акции рынком облигаций там и другими там производными это был низко ликвидный рынок он был хайповый туда приходили скажем мелкие инвестора такие ну как мы с тобой условно кто-то там возможно какие-то более покрупнее скажем инвесторы которые работали там десятками миллионов долларов может сотни миллионов долларов но это мы понимаем это низко ликвидный рынок и скажем они этот рынок разгоняли там будет криптовалюту скажем на пятьсот процентов на тысячу процентов на больше скажем x то есть у них было какое-то мы здесь зарабатываем движение процент два там пять-десять заработал там в течение они там вот я заработал x5 там x10 ну и все все скажем мечтали о том чтобы на рынок криптовалют пришли крупные инвесторы ну они вот пришли и видим что с рынками криптовалют происходит он начал коррелировать очень сильно с фондовым рынком особенно там ну условно S&P 500 или NASDAQ у них сейчас корреляция идет где-то в районе 0,7 процентов видим даже последние два-три дня S&P 500 корректируется вниз Bitcoin корректируется вниз то есть каким образом приходят крупные деньги на рынок криптовалют через рынок repo то есть у тебя есть акции на балансе эти акции скажем закладываешь через рынок repo берешь кредит условно доллары ну валюту и покупаешь на эту валюту bitcoin скажем через разные фонды и тогда то есть и что происходит если у тебя падает акция то есть ты должен резать свои позиции скажем по криптовалютам этот рынок сейчас очень сильно зависит поэтому если S&P 500 дальше будет валиться то он потянет сильно я согласен с тобой действительно есть такая корреляция короче не вырастили из биткоина вот этот защитный актив который мы прочили все второе золото так далее это больше риск получается раз мы ассоциируем с фондовым рынком ну и конечно же это есть потому что друзья ну не может защитный актив показывать такую волатильность какая же это защита если он плюс 20 процентов через час плюс 30 пациентов через два часа поэтому те кто работает с криптой еще раз наш вам комментарий обязательно контролируйте риски спасибо тебе Виталий еще раз за твой точку зрения ну что тогда в среду обсудим снова рынок ну и уже по идеям будет видно тебе тогда хорошего старта недели и в целом хорошего проведения спасибо пока всем удачи